В областной думе завершилось второе заседание апрельской сессии. Парламентарии обсудили вопросы налогообложения административного законодательства, заслушали доклад уполномоченного по правам человека. А вот вопрос об увеличении времени продажи алкогольной продукции в магазинах решили изучить подробнее. Регионы теперь смогут самостоятельно устанавливать льготы и понижать ставки по налогам. Ранее эти процессы регулировало федеральное законодательство. Один из главных вопросов на повестке дня как раз касается внесения поправок в областной закон об оценке эффективности налоговых льгот. Такие изменения могут серьезно повлиять на экономику региона. Например, власти смогут дополнительно стимулировать развитие бизнеса. В первую очередь мы надеемся, что это будет эффективно для малого бизнеса, далее для привлечения инвестиций. И должны понимать, что льготное налогообложение это не самоцель работы правительства и заклада власти. А если мы отдаем какие-то преференции, то мы должны видеть результат. А вот что касается инициативы регионального отделения партии ЛДПР, представители которой предлагают расширить временные рамки продажи алкогольной продукции в магазинах области, то рассмотрение вопроса было решено отложить. По словам оппозиционных парламентариев, тема требует доработки. Напомним, по мнению некоторых депутатов, такие меры помогут бороться с контрафактным спиртным и серым рынком горячительных напитков. Ведь граждане будут заметно реже искать возможность обойти закон. Мы его переносим на следующий месяц. Все потому, что те законопроекты, которые выносит наша фракция, они всегда глубоко прорабатываются. И, соответственно, 30 июня мы собираемся провести отдельную встречу еще с главами администрации муниципалитетов Мурманской области, чтобы еще с ними обсудить их позицию по этому вопросу. Также депутаты заслушали отчет о работе уполномоченного по защите прав человека в Мурманской области. В прошлом году в адрес обмудсмена поступило более 800 обращений. Помимо работы с нарушениями свобод людей, уполномоченный занимается и контролем выполнения законодательства в сфере численности бездомных животных и содержания домашних питомцев. Остаются нерешенными вопросы. Это создание на территории муниципальных образований специальных площадок для выгула собак, которые предусмотрены законом вышеупомянутым. Неорганизован должный контроль за соблюдением законодательства в вопросах необходимости нахождения определенных пород собак в намордниках, выгула их в определенных нормативными документами местах. Оставшееся большинство вопросов, повестки и заседания областной думы касалось законопроектов, приводящих региональное законодательство в соответствии с федеральным.